Друзья, добрый вечер. Хочу сегодня рассказать свой опыт использования новой системы BB Token. Имеется в виду новая, это новые стандартные блоки, которые используют Bluetooth 3.0, которые более помехозащищены и имеют большую мощность. Вот это у меня в руках старая кепка и старый блок. Соответственно, новая, более мощная, более чистая в разговоре. Давайте проверим. Использовать для того, чтобы это проверить, мы будем новое приложение, которое тоже BB Token предложил, это предложение BB Cam. Суть его в том, что вы устанавливаете на смартфон и можете не только снимать видео, но еще и записывать переговоры, которые с обоих устройств. То есть тот, кто на воде и учителя. Вот мы немножко поездили, посмотрите, как тут получилось. Давай, Саня, давай. Показать, насколько хорошо работают новые переговорные устройства BB Token 3.0. И продемонстрировать работу приложения, что еще все это можно записывать на камеру, установленную в приложении в телефоне. Старые BB Token 3.0 тоже работали, как микрофон Bluetooth. Но при этом пропадал разговор. А здесь можно снимать и продолжать давать советы. Как-то слышно меня, Вика? Да, слышно. Ну, отлично, я вас тоже слышу. Вот мы сейчас пробуем. Немножко сложно комментировать и еще ехать. Профессиональность так себе. Да, слышно. Слышно, видно. Нет, шума мотора вообще нет. Вот я прохожу поворот. Тут такой немного эмоциональный момент, поскольку рядом двигатель. Ну и еду в сторону лодки. Пробую остаться на волне. Меня слышно, Вика? Слышно. Ну, отлично, говори, что-нибудь там восхищайся, как я круто еду. Саша, хорошо получается. Да, вот. Тоже самое главное, поддержка инструктора, что все круто получается. Думаю, что на ТЭЦе. На ТЭЦе? Саня завидует, надеюсь? Саня говорит, что съемки на ТЭЦе. Саня завидует. Вот так вот мы едем. Ну, в общем, вот такое устройство позволяет не только разговаривать, но и записывать, записывать. Я пробую пампить, но и... Раз, два, три. Слышно меня? Да, слышно. А запись идет? Запись идет. Во, ну, отлично. Может быть, все это не страшно. Все просто работает. И нас обманывают, как всегда. Говорили, что только на новых, а может все работает. Раз, раз, два, три. Как слышно меня? Слышно, хорошо. Тоже понятно. Таня начал снимать? Таня, да, начал снимать. Отлично. Окей. Все, проверяем. А сейчас у нас старые бибитокины. У меня довольно много щелчков, но, в принципе, посмотрим, записываются они или нет. Вот, но вполне рабочее состояние. У меня не трещит. У тебя не трещит, может, это все-таки проблема с коммуникацией микрофона. Раз, раз, два, три. Да, хорошо слышно. Ну, отлично. Еду. Пробую повернуть. Раз, раз, два, три. Как слышно меня? Да, хорошо слышно. Чуть-чуть есть, помехи не совсем. Но они не такие смертельные. И это хорошо. Интересно, если запишется, потому что... А запись горит на микрофоне, на камере? Да. Ну, отлично. Сейчас интересно. У меня тут небольшая волна. Она чуть мешает. Но, в принципе, все терпимо. Вот. Стараюсь держать повыше мачту. Даже пробую какие-то повороты делать. Но это, конечно, экстрим. Ну, вот как-то так можно работать. Меня слышно, Вика? Да, слышно. Все хорошо. Ну, и, собственно говоря, о чем речь? Конечно же, новое устройство стало работать лучше. И это очень круто. Потому что старое, например, мне не очень нравилось. Очень было часто у меня в моем опыте, может быть, соленая вода, или я как-то очень небрежно относился. Но у меня постоянно были помехи. Говорят, что помехи связаны с тем, что устройство принимающее находится рядом с водой. И якобы вода там как-то отражает сигнал, вот этот Bluetooth. Ну, не знаю. В общем, как бы там ни было, новое устройство работает точно чище и точно лучше. А приложение, которое запись на смартфон, оно работает и со старым устройством. И, собственно говоря, это здорово. То есть, если у вас есть старое устройство, вы можете установить и записывать, используя там вот в своей работе это новое приложение. Мне понравилось приложение, и я надеюсь, что я смогу это использовать для своих новых учебных видео. А так, в целом, пробуйте. Ну, поверьте, каждый учится не потому, что ему кто-то что-то говорит, а когда он выполняет какие-то упражнения. И если ничего не делать, а только слушать, все равно ничего не научишься. Но, конечно, обратная связь очень помогает. И если сравнивать с рацией, наличие обратной связи, по крайней мере, снимает проблему, что вы вдруг перепутаете, с кем общаетесь, и будете называть вашего ученика другим именем. Это довольно неприятно. Спасибо за внимание. У меня есть вот эта система. Буду продолжать ее использовать. И, возможно, расскажу какие-то открывшиеся новые возможности. До свидания. Продолжение следует...